Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Официальный надзор был установлен в 1986 году. Свою открытую деятельность чекисты начали с моего покушения на убийство в 1986 году. Затем репрессировали. А в 1987 году, образно выражаясь, одели на меня психотронный колпак. Продолжение следует... А дальше все хуже, 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 я похудел, хотя питался нормально, а вот потерял 40% веса. Практически в один день потерял все зубы, потерял волосы на голове, значит, на теле. Изменился голос, то есть стала происходить мутация в организме. Анисимов Николай Иванович, спортсмен, за неделю до воздействия. Лицо Николая Анисимова, искаженное дистанционным излучением. Из заявлений Тарарашиной Зои Семеновны и Ковтуненко Галины Ильиничной. Искусственно созданный в квартире Анисимова микроклимат, непригоден для проживания. Когда я приходила, у меня начинала болеть голова, а в некоторых местах било током. Дистанционно выводятся из строя лампочки, телевизор, радиоприемник, дверные замки. Вода из крана порой непригодна для питья, а стирки. Она коричневого цвета и пачкает белье и руки. Подкладывали под дверь квартиры дохлого воробья. Мелкие деньги. Органами КГБ ко мне был внедрен агент зомби. Чуйко по кличке Итан. Все порученные ему задания Итан выполнял постоянно поддерживать биосвязь с операторами спецслужб пультов управления психотронным оружием. В 1987 году у меня произошла встреча с оператором, который показывал, как мне себя вести с ЭВМ, управляющим на 40% моим мозгом и организмом. На экране, расположенном в области моего лба, они могут продемонстрировать любой фильм, показать любой зрительный образ. Практически во всех случаях открытое психопрограммирование сопровождается психофизическим террором. Самая распространенная пытка террористов – это лишение сна на несколько месяцев или даже лет. Многолетние истязания органов тазовой области, половых органов. Обычное состояние подопытного человека такое, словно он находится под воздействием слабого электрического тока, который движется по его коже, внутренним участкам мозга, внутренним структурам костей скелета, глубинным участкам внутренних органов. Ну, это вот в основном глава моей книги. То есть я ее не переписывал, я просто написал. Но так как я с этим сталкиваюсь сам, на мне это происходит, мне удалось создать, написать, есть у меня книгу, которую никак закончить не могу. Каждое заявление в какую-то организацию о себе они не дают написать годами. Вот сейчас я не могу написать заявление в Верховный суд. Не могу подобрать документы. Не могу правильно их напечатать. Тут же сразу идет лишение денег. То есть серы копировать нельзя, это очень дорого. Но у меня вообще денег никаких нету, поэтому я нищий. Я нищий и только лишь имею вот юридическое, как юридическое лицо стал. Имею печать и зарегистрированный в Минюисте. Ну я обыкновенный бомж. Потому что я не имею здесь ни квартиры. Я не всегда питаюсь нормально, потому что денег нет. То, что мать пусть присылает со своей пенсии, естественно, не хватает ни на что. То есть я нищий, они сделали меня искусственно нищий. Вероятно, что на Лубянке не стоит генератор. А сама психотронная станция, естественно, в стороне где-то стоит. Это же там будет помещение. Ну я, конечно, не видел, откуда я мог увидеть психотронную станцию. Я ее не видел. Не знаю даже, как это... Но генератор психотрон. Тоже не видел. Вы не пытались как-то сходить куда-то с ними, договориться? Договориться? Собираться. Нет. Не пытался я и не знаю, где они. Я бы вот подвез какой-нибудь огнемет на Лубянку, закрыл бы все двери и стал бы их поджарить. На этом кассета моя закончилась. А через месяц пришло письмо. Уважаемый Павел Александрович, в апреле 95-го года вы сняли фильм, касающийся личности председателя общества защиты граждан от психотронного терроризма Анисимова Н.И. Посмотрев ваш материал в кинозале ВГИКа, мы могли наблюдать, что он оказался очень низкого качества. А сам Анисимов во всех кадрах изображен с искаженным лицом, с явным намеком на невменяемость. В связи с этим, мы налагаем запрет на демонстрацию данного фильма, а также его тиражирование и передачу другим лицам и организациям. Председатель общества Николай Анисимов. Субтитры создавал DimaTorzok